Всем привет! Вы на канале Качественный Китай. Сегодня у нас подошла очередная партия посылок сайта Алиэкспресс. Тут у нас 5 посылок, которые мы будем распаковывать, по возможности тестировать. Ну, в общем, все как всегда. Приступаем к распаковке. Начнем вот с этой посылки, с этого розового пакетика. Аккуратненько его откроем и посмотрим, что у нас тут. Так, сейчас аккуратненько оторвем. Так, а тут у нас пришла вот такая вот наклеечка, на которой написано «Нас не догонят». Вот, наклейку эту я заказывал для машины. Наклею на машину и уже там посмотрите, как это выглядит на моей машине. Фоточку сейчас увидите справа в углу. В общем, наклейки эти годные, я их уже заказывал не одну. Вот, сейчас давайте откроем пакетик, посмотрим, как она выглядит. В принципе, так все видно, но все равно достанет. Вот, наклеечка годная. Такие наклейки я уже заказывал. Вот, вот так вот она выглядит, покажу поближе. Следующий пакет. Вот такой вот большой, но тонкий. Сейчас мы его распечатаем. Это посылка жены. Заказывала она себе такую вот ночнушку. Так, проверяем пакет. В пакете у нас ничего больше нету. Так, сейчас мы распечатаем. Вот, видно. Распечатаем. Не знаю, сколько она стоила, но цену вы уже увидели на экране. Заказывала эта жена. Мои ножки все укатываются. Так. Это обычная картонка. Как это выглядит на модели на Алиэкспресс, я обязательно фотку приложу. Размер тут был XXL. Вот. Так, что тут написано у нас? Мада Инчина. Вот. Ну вот информация, которую можно прочитать. Вот. Ну, вроде пошито нормально. Ничего особо ни так не торчит. Ну, не знаю, как по размеру, подойдет или нет. Она померяет. И уже, если вам будет интересно, можете написать в комментариях. И обязательно я вам на все ваши вопросы отвечу. Следующая посылка. Такой вот пакет. Разрезаем. И смотрим, что у нас здесь. Так. Пакет пусто. А тут у нас... Ха! Нифига себе! Такая маленькая. Офигель. Это я заказывал, по-моему, овощерезку, типа. Ей можно, типа, крушить. Точнее, не крушить, а нарезать морковку. Сейчас давайте я посмотрю на Алиэкспресс. Для чего я все-таки это заказывал, честно говоря, не помню. Но я думал, там размер будет большой. По-моему, сюда вставляется морковка. И надо как-то это все вращать, и она нарезается. Пластик тут, конечно, сделан плохо. Плохо. Вот. Как-то не очень мне это нравится. Вот. Ну, сейчас посмотрю на Алиэкспресс, покажу вам, и, возможно, мы эту штуку будем тестировать. Так, ребят, ну, я все проверил, посмотрел. Это, оказывается, не для морковки, я все перепутал. Это у нас для чеснока. То есть, это многофункциональная фотошлифовальная машина. Ручной пресс. Вот так вот это выглядит на сайте Алиэкспресс. Стоило это 120 рублей. Вот. Сейчас мы это... Блин, микрофон не надел. Так. Сейчас мы это тогда протестируем. Я вот подготовил чеснок. Подготовил 3 зубчика. Сейчас мы это туда забросим. И попробуем это покрутить, посмотреть. Как это вращается. Вот. Чеснок забрало. Да. По-моему, это полный шлак. Ничего тут не работает. Или я этим как-то неправильно пользуюсь, но... По-моему, это... Полное дерьмо. Даже по одному зубчику. Она, правда, по-моему, разборная тут. Сейчас мы это попробуем разобрать. Вот так вот. Ну, что-то она тут ничего не режет вообще. Ничего не кромсает. Попробуем давайте еще раз. Какая-то это полная шляпа, мне кажется. Полная-приполная. Так, сейчас защелкнем. Все. Попробуем по одному зубчику. Туда закладывать и... Вот что-то она там режет, но... Пока тут, короче, с ней намучаешься, походу, проще ножом нарезать. Да, штука эта негодная, нерабочая. Советствовать я ее не буду. Короче, это полное дерьмо, так скажем. Следующая посылка. Это, кстати, посылка не моя. Это опять посылка моей бабушки. Что-то она заказала для своего правнука. То есть для моего сына. Это... Такая вот уточка. Так, сейчас мы откроем этот пакет. По-моему, эта уточка должна свиститься, да. Это уточка для ванны. То есть ребенок купается и с этой уточкой играет. Какая-то маленькая уточка. Вот. Такая резиновая уточка сделана, в принципе, нормально. Из нормального материала. Она резиновая. Вот, покажу вам ее поближе. Вот. Так что ссылка на нее также в описании. Переходите и смотрите. У нас последняя посылка на сегодня. Это тоже посылка моей бабушки. Тоже заказала для моего ребенка. Вот такая вот развивалка. Давайте сейчас мы ее аккуратненько откроем. Так, аккуратненько, аккуратненько. Как раз откроем и посмотрим, что у нас здесь. Так. Это, я так понимаю, какая-то развивающая штука. Честно говоря, не знаю. А тут и вон тут много. Она тут то ли склеена, то ли так и должно быть. Не, это все отдельный. Честно говоря, для чего это, я не понимаю. Для чего такой товар. Ну, приложу фотографию, как это выглядит на Алиэкспресс. Вот, обязательно сейчас все увидите. Тут, я так понимаю, это достается. И на что-то то ли наклеивается, то ли как. Если кто-то заказывал такую штуку, то... А, это типа строить дом из моделей. Вот, как-то так на картинке это выглядит. Ну, если кто-то заказывал такую штуку, напишите в комментариях. Обязательно будет очень интересно, как вообще такой товар, годный он или нет. Я просто его распаковал и, честно говоря, не знаю, как им пользоваться. Ну, и сделал. Так, ребят, ну что, как и обещал, надо подвести итоги конкурса в нашем сороковом выпуске. Вот, я уже сбил ссылочку. Вот, то есть, все, вот эти комментарии все, которые вы написали. Вот, тут их очень много. 210 комментариев, 50 ответов. И сейчас мы выбираем случайный комментарий тогда. Я нажимаю кнопочку и мы выбираем. И первый победитель, слово участвую есть, отличная подборка есть. Мы переходим на Дмитрия канал, смотрим. Ну, к сожалению, здесь он не выиграл, так как он не подписался на... Ну, у него закрыты, закрыты, короче, подписки. Вот, сейчас будем тогда выбирать следующего. Подписки закрыты, я не могу проверить, подписаны на меня или нет. Так, тогда выбираем следующего победителя. Выбираем следующее, это рояль. С удовольствием смотрю ваши видео, ЮСС участвует. Все четко. Есть чему учиться и перенять опыт. Участвую. Все, все четко. Сейчас открываем. Открываем. Заходим на каналы. Здесь есть, подписочка есть. Все. Я поздравляю этого участника. Имя участника будет написано... Ну, имя победителя, точнее, будет написано в комментарии закрепленном. Так что можете переходить и посмотреть, кто выиграл. Вот, сейчас тогда выберем второго победителя. Выбираем случайный комментарий. Комментарий на Stromo S. Так, освежитель надо попробовать, если запахи натуральные. Это комментарий не подходит, потому что в нем нет слова участвовать. Это было условием. Обновляем. Марина Вершинина. Вонючки надо попробовать, участвуют. Проверяем. Так, подписка есть. Все четко. То есть, все. Марину Вершинину также я поздравляю. Так что имя, фамилия будет... Ну, имена участников будут в закрепленном комментарии. Ссылочка на ВК есть в описании под видео. Так что переходите и обязательно мне пишите, связывайтесь со мной. Я вам переведу ваш выигрыш. Все, всем спасибо. Вот такая вот сегодня была у нас распаковка посылок с сайта Алиэкспресс. В принципе, такой вот хламик я распаковал. Ну, товары, в общем-то, нормальные. Там нормальная наклейка, нормальная ночнушка. Но вот это, конечно, полная шляпа. Вот. А вы, если не сложно, напишите, пожалуйста, в комментариях, какой товар вам понравился больше всего. Очень будет интересно узнать ваше мнение. И не забываем подписываться на канал, ставить лайки. Писать комментарии. И не забудьте нажать на колокольчик, чтобы не пропустить следующее видео. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok